Здравствуйте! Вы смотрите программу в центре событий, в студии Снежана Журавлёва. Уже скоро новое здание поликлиники «Нефтяник» откроет свои двери для пациентов в первых числах февраля. На страже порядка и закона. Сотрудники прокуратуры сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Юганский заповедник приступил к подготовке автоэкспедиции «Заповедный пояс от Урала до Байкала». Сургут вошел в число лидеров рейтинга российских городов по стоимости жилья в новостройках. Возглавила рейтинг «Москва». Наш город замкнул первую десятку. По итогам прошлого года средняя стоимость квадратного метра в столице нашей страны составила 205 тысяч рублей. На второй строчке расположился Санкт-Петербург, где цена одного квадрата вдвое ниже. На третьей строчке – Сочи. Сургут на десятой позиции. Средняя стоимость квартиры в нашем городе – 4 миллиона рублей, а квадратный метр оценивается в 64 с небольшим тысячи. Самые доступные новостройки в Магнитогорске. Цена одного квадрата здесь чуть более 30 тысяч. Порядка 150 квартир в доме социального использования пока остаются свободными. Напомню, социальный дом – уникальный проект, реализованный в нашем городе. Его основная задача – обеспечить людей доступным и комфортным жильем. Светлана Стебенькова продолжит тему. Ирина Селиванова вместе с мужем воспитывают 9 детей. Семья переехала в наш город 5 лет назад. Все это время мотаются по съемным квартирам. Последние несколько месяцев живут в арендном доме. А недавно достаточно крупные ячейки общества предложили переехать в дом социального использования. Семейный совет вынес вердикт – отказываться нельзя. Тут и арендная оплата меньше, здесь и коммунальные меньше, и площадь больше, во-первых. Самое главное – площадь, чтобы большая была детям, чтобы развернуться, где было. По количеству проживающих Селивановым положено две двухкомнатные квартиры. Уже скоро семья отпразднует новоселье, как и еще порядка 300 арендаторов, которые приняли решение жить в доме социального использования. В доме имеется, как я уже говорила, 512 жилых помещений. Из них 328 – это однокомнатные квартиры площадью от 28 до 43 квадратных метров. Двухкомнатные квартиры в среднем площадью 63 квадратных метра. Их количество составляет 128 квартир. И трехкомнатные в среднем 67 квадратных метров. Их количество 16. Сегодня в доме социального использования еще около 150 свободных квартир. Так что шанс взять в аренду квадратные метры есть. Причем условия найма весьма щадящие. Стоимость колеблется, если квартира 23 квадратных метра и взять максимальная, то есть от 4300 рублей до 12300 рублей. Я считаю, что если вы сами знаете рынок Сургута, то это очень оптимально. Плюс стоимость жилищно-коммунальных услуг, которые будут там оказаны в зависимости от потребления, которые эта семья будет расходовать на свое проживание. Кроме цены, впрочем, есть и еще один неоспоримый плюс таких квадратных метров. В муниципальной квартире можно прописаться. Однако заселиться в дом социального использования могут не все. Претендентам предъявляется ряд требований. Это граждане Российской Федерации, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, не признаны и не могут быть признаны малоимущими гражданами. Так называемый это средний класс населения, который имеет достаточный уровень доходов. При этом самостоятельно приобрести жилье в собственность граждане на территории города Сургута не имеют возможности. Дом социального использования в канун Нового года посетила и губернатор Югры Наталья Комарова. На встрече со строителями и будущими жителями объекта глава региона рассказала, что вполне возможно опыт Сургута будет применен и ко всему округу. Как полетит, как поедет здесь в Сургуте, так будем уже тиражировать здесь автономные округи в Сургуте тоже развивать. Это эффективный способ людей из серого, черного съемного жилья вывести. Те, кто живет в ветхом, аварийном жилье, плохо приспособленном для жизни, чтобы у них было время до приобретения или до получения по очереди жилья на условиях договора социального дайма жидкости нормальных человеческих условий. Светлана Стебенькова, Сергей Коликов, Борис Шибалдов. Сургут. Интерновости. Новое здание поликлиники «Нефтяник» откроет свои двери для пациентов в первых числах февраля. Об этом заявил глава Сургута Вадим Шувалов. Как рассказал городоначальник, такой длительный ввод в эксплуатацию связан с затянувшейся процедурой получения лицензии. Напомню, возведение объекта началось еще в 2000-х годах. Стройку несколько раз замораживали, вносили изменения. Наконец, все работы были полностью завершены. Это произошло еще несколько месяцев назад. Однако открыть поликлинику сразу не смогли. Необходимо было получить нужные документы. Как раз этот процесс затянулся. Кроме того, как отметил глава города, комиссия выявила ряд недочетов. Сказал, доведите все недоделки, которые там были. То есть перечень недоделок и подрядчик их полностью устраняет. Сейчас коллектив весь этот. Я думаю, что в первых числах февраля, где-то в феврале, эта поликлиника у нас с вами заработает. Это еще один объект, который очень важный для нас. Напомню также, что поликлиника «Нефтяник» рассчитана на 700 посещений в смену. По мнению экспертов, ввод объекта значительно увеличит комфорт и качество медицинских услуг. Кроме того, сургутские депутаты подняли вопрос о благоустройстве территории вокруг здания. Речь о достаточном количестве парковочных мест и организации остановок общественного транспорта. Как заявил глава Сургута Вадим Шувалов, работы в этом направлении начнутся уже в наступившем году. Наша задача, чтобы были и стоянки, и обеспечение остановок, общественный транспорт и так далее, и инфраструктуру обеспечить для того, чтобы строилось это все. В Ханты-Мансийском центре «Радуга» для воспитанников провели необычный урок, на котором преподавателями, а точнее собеседниками ребят, выступили чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко, врач-травматолог, полицейский, спасатель. О работе в правительстве юным югорчанам рассказала губернатор Наталья Комарова. Этот проект направлен на эффективную профориентацию воспитанников центра. Подробности у Дмитрия Подлеснова. Уникальная возможность для взрослых вспомнить детство. И уникальная возможность для детей заглянуть во взрослую успешную жизнь. Секреты успеха для воспитанников центра «Радуга» раскрывают врач, пожарный, шоумен, спортсмен и губернатор. Я занимаюсь тем делом, умею делать то, что мне нравится. Это очень важно для человека. Здесь, вот сейчас, на этом лобном месте, те люди, которые угадали с выбором дело для своей жизни. И это очень важно. Поэтому думайте, думайте. Сейчас очень много там. Мы создаем возможности для того, чтобы молодой человек, ребенок, как можно раньше определился, что лучше всего у него в жизни может получиться, где он успешнее всего может состояться как человек. Успех не приходит к тем, кто лежит на диване. Такова главная мысль, которая звучала буквально от всех гостей. Поддержали ее и ребята. Каждый из них хочет воплотить в жизнь свою мечту. Например, Тимур Перелыгин для себя выбрал профессию пожарного. Мне нравится людей спасать. Надо добиваться, идти к этому. Тимур убежден, для того, чтобы спасать чужие жизни, нужны особые знания и опыт. Поэтому в выступлении Сергея Антонова Тимур слушал с особым вниманием. День у нас ненормированный. Мы можем в течение суток находиться в режиме ожидания. А еще чаще бывает, что на выезде и так далее. Поэтому для вас должна быть самая, как я понимаю, основная задача, чтобы вы нашли вот ту золотую середину, когда вы будете нужны и дома, и важны, и дома. И будете заниматься своей любимой деятельностью. Спасатель по профессии Сергей Антонов по призванию отец воспитывает четырех дочек. Причем среди присутствующих Сергей не единственный многодетный отец. Все они, кстати, признались. Успех – это когда получается совмещать любимую работу с семейной жизнью. Дмитрий Подлесной, Сургут Интерновости, при поддержке телеканала Югра. День работника прокуратуры отмечают сегодня в России. Эти специалисты сейчас осуществляют государственные обвинения в суде, а также контролируют соблюдение законности в отношении прав граждан нашей страны. За сложными юридическими терминами и сотнями томов различных дел скрывается кропотливый труд. О нем рассказала заместитель прокурора Сургута Наталья Бакланова. Желание стать именно прокурором появилось у Натальи Баклановой еще в школе. Тогда она целенаправленно готовилась к поступлению в профильное высшее учебное заведение. Окончив Саратовскую государственную юридическую академию, она проработала следователем, изучив систему изнутри. После чего ее пригласили на столь желанную должность в Сургут. У меня вот именно была мечта работать, поддерживать именно государственные обвинения в суде. И вот с 2002 года так получилось, что моя мечта сбылась. И непосредственно я была принята в подразделение, которое обеспечивает участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, где я работаю по настоящее время. В этом году Наталья отметит 15-летие профессиональной деятельности. С 2014 года она возглавляет подразделение Сургутской прокуратуры. Только за один год городским судом и мировыми судьями Сургута рассматривается примерно 2500 уголовных дел, результаты которых всегда зависят от подготовленности стороны обвинения. При этом, конечно, нужно оказывать особое внимание с моей стороны также и к показаниям потерпевших, показаниям подсудимых. Естественно, для того, чтобы по делу был постановлен именно обвинительный приговор, нужно отстаивать свою позицию в суде, аргументированно и убедительно выступать в прениях. В подчинении заместителя прокурора целый штат сотрудников. Взаимовыручка, поддержка и сплоченность в коллективе – самые важные качества в их работе. Весь коллектив у меня работает все-таки уже тоже довольно длительное время в прокуратуре. Есть и молодые специалисты, ну и вот такая вот сплоченность, знание уголовного законодательства, знание законов, подзаконных автов и позволяет нам на протяжении вот уже некоторых лет выходить на окончание года с хорошими показателями. Имея богатый опыт в прокурорской работе, Наталья принимает участие в более сложных, многоэпизодных делах. Выступая с речью государственного обвинителя, она показывает глубокие знания прокурорско-судебной практики и действующего законодательства. Сургутянка становилась победителем и призером окружного и всероссийского этапов конкурса «Лучший государственный обвинитель». Приказом генерального прокурора Российской Федерации Наталья Владимировна награждена нагрудным знаком за безупречную службу. Но главное в работе, признается героиня, это не награды и звания, а осознание того, что делаешь правильное дело. Виктория Дрегина, Гамзат Магомедов, Сургут, Интерновости. Дрегина, Гамзат Магомедов, Сургут. Уберечь от гибели часть дикой природы. Так в лесах Ханты-Мансийского округа питают животные, занесенные в Красную книгу. В числе таких, например, северный олень. Все животные, которые находятся на территории заповедника, они у нас являются уникальными, не менее уникальными. Одно не менее уникальное, чем другое. Потому что все они составляют вот эту уникальную, типичную для данной территории экологическую систему. Площадь заповедника Юганский составляет 650 тысяч гектаров. По словам специалистов, из-за низкого финансирования из государственного бюджета и удаленной охраняемости территории возникает ряд проблем. Среди самых распространенных труднодоступность, пожары и браконьерство. В помощь отделу охраны заповедника закуплены более 20 фотоловушек, которые позволяют отслеживать преступников. Это фотоловушки. Они устанавливаются на каких-то точках, где возможен вход на территорию заповедника. Ну, это в целях охраны. И то есть ее маскируется она, и она сама что-то снимает там. Потом человек приходит, достает оттуда флешку и смотрит, что там есть. То есть можно установить на реке, допустим, по бортовым номерам судна. Юганский заповедник приступил к подготовке автоэкспедиции «Заповедный пояс» от Урала до Байкала. В рамках автопробега планируется посетить 20 охраняемых территорий и около 15 сибирских городов, расположенных на Урале, в Западной, Средней и Восточной Сибири. Стартовать планируют в Оренбурге, финишируют в поселке Усть-Баргузин. Длина маршрута около 10 тысяч километров. Специалисты планируют познакомить граждан страны с заповедной системой России с экологическими проблемами, а также привлечь внимание общественности и органов власти к нуждам особо охраняемых природных территорий. Заедут и в Юганский заповедник. По дороге мы будем вести эколого-просветительскую работу, работать с детьми, работать как передвижная выставка в крупных городах, работать с нашими коллегами в заповедниках, в визит-центрах других заповедников, проводить какие-то мероприятия, семинары и так далее. Данный пробег у нас запланирован на 20 мая, ориентировочно, и закончится он где-то 25-26 июня. На этом все. Мы всегда в центре событий. Оставайтесь с нами. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok «Салон Рубин». Пусть удача и везение Погостей зайдут ко всем И с хорошим настроением Остаются нас со всем Лучшие матчи НХЛ Эксклюзивно на каналах Евроспорт Смотри Евроспорт в метросети И выигрывай фантастические призы Евроспорт.метродефиссет.ру Одно и двухкомнатные квартиры в современном московском жилом комплексе «Альтаир». Экономия на ЖКУ до 30%, трехуровневый паркинг, детская игровая площадка, автономное горячее водоснабжение. Жилой комплекс «Альтаир» — это выбор современного человека. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Один из крупнейших заводов региона по изготовлению металлоконструкций «Макрострой» предлагает панельные 3D-ограждения, кладочную сетку и металлоконструкции любой сложности. Вся продукция сертифицирована. «Макрострой» поможет существенно сэкономить время и деньги при строительстве объектов. Гарантия на всю продукцию до 50 лет. В магазин «Адам» поступила новая коллекция мужских и женских джинсов. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3, 2, телефон 3763-77. Здравствуйте! Информация о погоде на 12 января в студии Алла Шипулина. В среднем приобье столбики термометров поднимаются вверх, но температура остается ниже климатической нормы. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях переменная облачность без существенных осадков. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 25, минус 30. Пусть праздник будет с вами всегда! Большой выбор подарков тульские и персидские самовары, дистилляторы, дубовые бочки, анкерки, банки для солений, ретро-радиоприемники и подарочные сертификаты ждут вас в магазине «Домашний погребок». Только в январе дистилляторы со скидкой до 40%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. У «Карапузов» все просто! Молочные каши для роста цены падают, скидки радуют. Детские сухие молочные каши теперь еще дешевле. Только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам солнечного настроения и до встречи!